Проект «Литературный квартирник» стал заметным событием культурной и светской жизни нашего города. Этой осенью состоится 10-я встреча поклонников современной поэзии. «Квартирник» — хоть и слово такое для небольшого количества людей, но это было всего лишь метафорой, да, и мы рассчитывали на то, что люди пойдут, потому что чувствовалось в обществе вот это настроение, желание слушать современных авторов поэзию, да, вывести ее снова на сцену, слушать, и плюс писатели у нас потом добавились, то есть мы не только поэтов возим, но и писателей, которые читают свое творчество. Мало того, мы расширились до того, что мы еще привозим лекторов, которые тоже, ну, какую-то информацию полезную доносят до людей. И получился вот такой вот светско-литературный, интеллектуальный, познавательный проект. Мне кажется, такие проекты всегда находят жизнь. Я вообще открыла современных авторов, современную литературу, потому что, честно, я их недооценивала раньше. Узнала буквально пару человек, а здесь каждый хедлайнер привозит обязательно свои книги. Вот, и у меня уже собрана такая небольшая библиотека, именно книг от наших хедлайнеров с автографами. Я их все перечитала и осталась в восторге. Я люблю стихи, я всегда их любила, они для меня большая, важная часть жизни. Я, будучи еще подростком, очень часто стихотворением находила отражение своего состояния, да, которое трудно выразить своими словами. Ты открываешь книгу, начинаешь читать и понимаешь, так вот же, вот это про меня. У меня юбилейный литературный квартирник. Очень символично, что мы везем поэтессу действительно с большой буквы. Она очень глубокая, но у нее нелегкая поэзия, очень нелегкая, она очень думающая. По сути, Вера Полоскова первая вывела поэзию на сцену и стала читать под музыку большому количеству людей. Вера приедет обязательно со своей группой. Музыку пишут, кстати, именно под стихи специально для Веры Полосковой. То есть она будет и петь, будет много музыки, будут и стихи, и будет шоу. Расскажи мне о том, как постигший важный одинок, Как у загорелых улыбки белые, как чеснок, И как первая сигарета сбивает с ног, если ее выкурить натощак. Говори со мной о простых вещах. Юлия Соломонова, Олег Груз, Александр Цыпкин, Александр Маленков и Александр Снегирев. Благодаря проекту «Литературный квартирник» челябинцы смогли лично познакомиться с этими авторами. Но если вы всей страной литрами пьете водку, А потом заедаете ее углем из шахты, чтобы она просто не действовала, Ты понимаешь, что вы отъехавшие? Все, всей страной. Наша Таня громко плачет, для ВКонтакте будет так. Наша Таня громко плачет, Таню бросил взрослый мальчик, Потому что малолетка, а какой же он мудак. Творческие планы авторов «Литературного квартирника» по меньшей мере грандиозные. Уже в октябре в Челябинск привозят идейного вдохновителя беспринципных чтений Александра Цыпкина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова